В чем здесь суть? Во-первых, прежде чем начать что-либо делать, вы должны знать для себя, с какой целью вы это делаете. Мне часто говорят, вот я хочу изучать медицину, я хочу изучать науку. Согласно мнениям традиционных исламских ученых, наука – это коллективная обязанность. За это есть награда, так как вы несете людям пользу. Поэтому Имам Аль-Газали тоже говорил о том, что это коллективная обязанность, и очень печально, если люди не изучают ее. В общем, ясно, что есть в этом польза. На сегодняшний день проблема философии в том, что философия должна быть мышлением о мышлении. Однако философия сегодня – это программа, предназначенная для того, чтобы сделать из вас скептика и привить вам либеральное мировоззрение. Вы не поймете, что это бесперспективная точка зрения, это идеологическая обработка. Я, аль-хамдулилля, по воле Всевышнего, получил степень магистра философии. Я знаю других людей, которые учатся на магистров. Говорю вам, ребята, она полна призывами к атеизму. Если вы не понимаете того, что известно как исламская эпистемология, вы впадаете в неверие, поверьте мне. Во-первых, вы должны понимать всю опасность этого. Во-вторых, вы должны понимать цель, ради которой вы что-либо делаете. И еще одна вещь, о которой говорит Хамза – это то, что с вами должен быть человек, обладающий знаниями, у которого вы можете спросить, кто знает философские концепции с точки зрения ислама. Это и называется «Исламской эпистемологией». Ибн Тайме говорил, что во время спора между вами и оппонентом, вы можете бессознательно принять его предположение, даже не осознавая этого. Поэтому одна из проблем западной философии заключается в том, что вы можете принять такие идеи, в которых отсутствует обоснованная точка зрения. Это предположение атеистического мировоззрения. Приведу вам пример табула расы – идея о том, что вы при рождении не обладаете какими-то знаниями. Она философски бессвязная и противоречит исламу, потому что у нас есть фитра. Мы не считаем, что мы верим в Аллаха только из-за разума. Мы говорим, что разум раскрывает то, что мы уже и так знаем. Правда в том, что мы верим в Аллаха из-за фитры. Поэтому должна быть польза, должна быть цель, должен быть кто-то, кто будет наставлять вас. В целом философия, философия языка, этики, науки не является чем-то проблематичным, так как вы это просто изучаете. Пророк сказал, размышляйте о творении, не размышляйте об Аллахе, потому что вы не сможете постичь истинную сущность Аллаха, кроме как веря в Него. Он говорит, вы можете размышлять о творении, о философии языка, науке и о других различных вещах, но не размышляйте об Аллахе, потому что вы не сможете постичь Его. Поэтому я говорю, помните об этих вещах, это очень опасно для молодых, которые не имеют религиозных знаний. Они попадают в ряды куфров, принимая такие идеи. Точно так же, если студент Запада, оказавшийся в мусульманской стране, такой как Турция, попадает в Стамбульский университет, вероятнее всего, он примет исламские идеи через философию. Потому что исламская философия, с точки зрения нашей религии, содержит понятия, которые побуждают вас к уверованию, тогда как их идеи и понятия побуждают к атеизму. В заключении скажу, что все это важные моменты, которые обязательно следует учитывать и быть очень осторожным.